итак здравствуйте сегодня у нас жигулевская многообразие которое я смог найти на прилавках магазинов за несколько дней я думал будет больше будет еще выбирать а здесь даже производители повторяются хотя вроде как немножко должно отличаться но об этом позже а теперь потихоньку будем начинать а начнем мы с самого дешевого представителя на сегодня это жигулевская аточакова не нашел его в меньшей таре объем здесь 13 попросят с нас за данную бутылочку 114 рублей тут представитель есть за 0 48 примерно такую же цену просит но ладно потихоньку будем начинать алкоголь 4 большинства сегодняшнего пива будет алкоголь 4 экстрактивность начального сусла будет 11 ну экстрактивность здесь так экстрактивность здесь целых 9 уникальное пиво и по цене и по экстрактивности ну будем потихоньку начинать с него я решил начать чтобы понять насколько здесь все отвратительно точнее если бы я него оставил на потом я понимаю то что оценка было бы у него еще ниже пену мы убираем радикальным способом чё ж ты будешь делать но надо отдать должное пей пиво пенится очень хорошо на пиво эту пену скорее всего очень быстро потеряет мне все это время всегда это напоминает пену у шампанского то есть быстрая пена который быстро сходит в которой чисто такая углекислая прям не пивная отлично мы опять же мнение так как я уже сказал это у нас производит очакову но ароматика довольно таки средняя пахнет солодом по большему счету ну надо прочитать что состав чтобы понять что я пью состав вода подготовленный солод пивоваренный ячменный светлый ячмень пивоваренный хмель продукты ну тут даже не соложенки еще сапанули для полного счастья нет это плохо это отвратительно но сегодня у меня будет улучшитель вобла астраханская сделанная в москве ну пахнет потому что жигулевская все-таки моим пониманием задумывалась как пиво под рыбу но данное пиво даже это в усмерть пересоленая рыба усмерть не самая лучшая рыбка но и не самое худшее единственный минус слишком много соли прям слишком много много вобла вялено астраханская производит я читал город москва эко рыба короче эко рыбе мы ставим сегодня 12 за пересол а так неплохо по большому счету она пересолена могу сути а пиво пиво мы ставим пиво мы ставим 10 с натяжкой это серьезно 10 даже это натянутые 10 для этого пиво потому что еще чуть-чуть уже где-то там вдалеке в принципе можно распознать что-то постороннее который к пиву не имеет никакого отношения но все-таки этого нет вроде бы но а мы пойдем дальше надеюсь дальше будет лучше и так а дальше у нас жигулевская опять же от которую я не жду ничего хорошего это лысковская пивоварня моя любимая какой-то значок себе прилепили с водой с зеленым листиком наверное за экологию борется и так вот здесь у нас уже экстрактивность 11 при алкоголе все те же четыре и объем честный объем 05 видеть его жопу с такими откручивающими крышками честно говоря пока еще у меня нет слов возможно слова появятся после того как я на пол полню бокал так бокал наполнен отчакова пахал лучше субъективно говоря чакова пахал лучше ну ладно те же грабли вид в профиль что я чакова вкус солдовый но нет нет все таки по аромату да по аромату похуже чем очакова именно по вкусу немножко лучше здесь солд хорошо чувствуется горечь хоть какая-то присутствует у этого пива хотя бы есть вкус и причем более менее нормально опять же сравнивая с очаковым и так а состав у нас какой же у нас здесь был состав где бы его еще найти наверное у него она настолько бесценное что состава не имеет и жигулевская экстрактивность начального сусла это я уже все говорил а вот состав вода подготовленная солд пивоваренный чменный светлый хмель продукт здесь нет не соложенки что уже плюс но оценка все равно пив хотя улучшитель как я мог забыть про улучшитель но это пиво рыбы все-таки спасти можно да будет не фонтан все равно но все же по сравнению с очаковым это прям 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 хорошо ну как хорошо ниже среднего потому что пахнет все равно противно и мерзко оценку поставим 12 ну ладно по сравнению если брать сомнениям с очагом тогда пусть будет все-таки 13 не очень-то но мне нравится но все-таки с очень соленой рыбой да вот здесь вот пересол этой рыбы идет плюс потому что заглушается не самый приятный вкус пива но мы наверное пойдем дальше итак продолжаем жигулевская хотя не с этого надо начать жигулевского а вот с этого получилось у меня так что я купил два жигулевского от томской пивоваренной компании но одно отличается от другого и по алкоголю и а вот по экстрактивности и по экстрактивности отличается ну начнем с фирменного жигулевского сварена по спецзаказу номер 01 14 алкоголь здесь 4 объем честные 5 точнее 0 5 не явно опять стилизована под пиво из советского союза то есть здесь он сварщик тут электросеть прям все так он монументально приступим все лучше и лучше и лучше сегодня надежда по большому счету только на одно пиво но аромат не самый приятный прям такой такой а состав здесь а алкоголь 4 экстрактивность аж целого 10 края от ребятки края от выбраживать все что могут из этого сусла высшее качество фирменное пиво и так состав состав у нас здесь следующий вода солнце светлый ячменный хмель продукт ну опять же не добавили не с лажонки уже в плюс идет им но переходим аромат не самый приятный аромат здесь хороший хмель используется здесь используется хороший хмель чувствуется хмель горечь хмелевая в аромате его правда почти не чувствуется именно во вкусе приходит именно хмель это радует в принципе это пиво даже можно и не заедать рыбы но раз эксперимент пошел будем его продолжать вот здесь рыба лишняя вкус становится только хуже к этому пиву на рыбу брать не надо оценка оценку данному пиву будет хорошая д поставил даже целых 16 несмотря на невысокую экстрактивность не самый приятный аромат но очень насыщенный вкус очень хороший вкус я бы сказал то есть если в пропали в прошлом видео томскую пивоварную в основном ругал то в этот раз может просто по сравнению с предыдущими образцами смотрится выигрышно но у нас дальше сразу будет другое жигулевская томская сначала надо подготовиться ну что ж подготовились а дальше у нас опять томское пиво не обратил я честно внимание то что это жигулевская варить тоже томская но здесь у нас экстрактивность уже 11 но здесь алкоголь 4 2 то есть более высокий алкоголь состав здесь вода солт светлый ячменный продукты то есть такой же как у предыдущего жигулевского томской но по идее вкус здесь должен быть чуть поболее насыщенный сейчас проверим аромат уже здесь поприятнее даже свет у них у всех 2 цвет сегодня у всех одинаковый слегка такой золотистый но здесь у нас к ностальгии отправляет все от пробки до двух фронтальных этикеток с крупными нас надписями ссср ну все говорит о том что ссср желтая этикеточка так и запах советского союза присутствует но аромат слегка хмелевой но основном все таки солдой а вот вкус у предыдущего мне нравился больше но правда жигулевским не сильно его можно было назвать здесь вкус слабый присутствует небольшая кислинка солдой парадокс там хмель в аромате не был но он очень хорошо раскрывался во вкусе здесь в аромате даже можно его немного найти ну а вкус его нет абсолютно горчинка где-то вдалеке вдалеке очень водянистая кислинка да можно отметить из того есть более менее приятного основного вкуса то что в нем присутствует кислинка а так не очень но рыба да вот здесь рыба все исправляет то есть этим пивом запивать соленую рыбу самое то но основной вкус безо всего у нее слабый из-за этого оценка будет соответствующий я поставлю до те же 13 наверно что и лысковской плюс плюс минус это одно и то же как не прискорбно мы будем не будем сильно останавливаться на томском пиве у нас был целый немаленький 40 минутный почти ролик про это у меня в частности надо про мы мы ладно посмеялись и хватит продолжим ну и закончим уже на сегодня с повторяющимися производителями это я взял местненькая наша маршанская вкуснота экстрактивность здесь ну 11 алкоголь 4 то есть это стандартно стандартно это стандартная жигулевская пастеризованная фильтрованная будем пробовать скорее всего составе будет несложенка я уверен в этом почти на сто процентов но сначала уж набьем ну как я говорил цвет у них у всех плюс-минус одинаковый этому кажется даже чуть потемнее аромат аромат ну они стали бахать карамельный солд если судить по аромату и вот посмотрим сейчас ошибаюсь я или нет составе солд вода солд ячменный светлый ячмень пивоваренный хмель но в ароматике присутствует аромат карамельного солда но из-за этого и пиво скорее всего немножко потемнее но будем пробовать да ну не соложенка здесь есть и во вкусе тоже присутствует карамельный солд вы можете указывать его в составе можете не указывать здесь он на мой взгляд немножко неуместен пиво от этого становится более сладким горечь приходит но не сразу такой легкой легкой волной на которой вы начинаете покачиваться и думаете что вам принесет это удовольствие нет не принесет к сожалению но надо отдать должное эта партия у них в принципе удалась я пробовал значительно больше более худшие по вкусу так что это абсолютно среднее проходное пиво которое сейчас делают в принципе все единственное что оно немножко вяжет вот так на языке появляется немножко вяжущее чувство но не забываем а то сейчас с рыбой то как но в этом что то есть опять же это пиво идеально подходит по подрыву ну абсолютно среднее 15 из 20 да мне просто повезло с партией сто процентов потому что здесь даже горечь есть и честно признаться она не самая поганая то есть оставляет приятные ощущения хоть какие-то но это не всегда зимой зимой у них становится все совсем печально одним словом абсолютно среднее 15 из 20 заслуживает пить можно но не нужно но если найдете где-нибудь когда-нибудь ну как правило кроме черноземья вы его нигде не найдете попробуйте ну и как продолжение предыдущего пива жигулевского того же самого маршанского пивоваренного завода ну честные 05 экстрактивность 11 алкоголь 4 пиво светлое живое нефильтрованное ну ладно состав состав вода солод ячмены светлый ячмень проваренный хмель хмель тот же самый состав что и у предыдущего пива абсолютно ну не знаю конечно но ароматика мне кажется немножко другая не пахнет этим вездесучим карамельным солодом ну и цвет мне кажется немножко посветлее на камеру это скорее всего не видно нет здесь в аромате этого карамельного солода просто ради любопытства так 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 это сделано позже но у него и срок водности гораздо меньше ну перейдем хотя нет есть здесь аромат все равно этого самого карамельного солода это пиво хуже это пиво хуже это пиво сильно хуже ну и нефильтрованное между прочим прозрачная прозрачная как слеза где здесь какая-то нефильтрация присутствовала вкус довольно таки поганенький уже близится-близится к картону но еще нет его ну прям оставим пол шажочка сделать еще остается и будет прям картончик здесь во вкусе присутствует оценка ну если сравнивать с очаковским это все равно лучше почти забыл идеально к пиву вкус пива улетучиваются абсолютно пьешь как будто воду пиво создано чтобы его ели с рыбой пили с рыбой и до вкуса вода после рыбы становится как вода вот пока еще рыба не смылась это пиво пить можно оценка ну хуже этого на мой взгляд было только очаковское ну поставлю я ему 12 из возможных моих 20 лучше если будет возможность попробовать просто жигулевское чем жигулевское пиво светлое живое зато гляньте какой пейзаж красивый поле небо золотые колосья красота вся красота нашего края нарисована из крайней поля ой но красота есть на этикетке а у вкуса пива нормального нет дорогие друзья из серии позволите вы родной родную нашу область но мы движемся дальше ну что ж а мы переходим к масс-маркету из масс-маркета это у нас Балтика жигулевское пиво светлое алкоголь 4 мне здесь интересен еще объем объем 0,45 ну неплохо так алкоголь 4 а вот экстрактивность начального сусла нам делают небольшую отсылку самое начало нашего ролика экстрактивность начального сусла 9,2 чуть чуть больше чем у очакова состав потому что боком потом читать будет совсем неудобно вода питьевая чищеный сол пивовая ячменный светлый и карамельный ячмень пивоваренный 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 продукт ну вот вам опять не соложеночки чуть-чуть знаете пахнет водой ну как с солдовой водичкой вот здесь вот в отличие от маршанского в аромате карамельного солда не присутствует ну и само пиво можно сказать прозрачное как слеза младенца без всяких примесей аромат солдовый просто солдовый аромат хороший причем неплохой солдовый аромат если уж честно немножко гадостное послевкусие а так солдовый вкус горечь вы здесь никакой не дождетесь есть небольшая сладость просто солдовая водичка евролагер стандартный если оценивать как жигулевская то скорее всего все таки нет если оценивать как евролагер стандартный водянистый то да но наш сегодня главный тест на рыбу как минералку пьешь после рыбы именно заглушается вкус нет это неплохо это сочетается с рыбой соленой оценка ну давайте оценивать все таки его как право просто пиво летний вариант неплохой летний вариант пиво по большому счету оценка будет 14 из 20 ну натянутой 14 из 20 честно говоря но опять же по ГОСТу опять у нас все пытается отослать куда-то в СССР все эти желтые тара все желтые у нас почему-то ассоциируются с СССР они все были сегодня плюс-минус основной оттенок желтый единственное исключение пожалуй это томская фирменная которая у нас пока что по вкусовым качествам лидер лидер здесь такой голубенький сразу бросается в глаза в голубых оттенках сделана этикетка а все остальные были желтенькие ну ладно поставим все таки 14 с натяжкой как пиво просто пиво неплохой вариант лагерочка выпить в жару как раз жара началась как-то но уже заметно просто эта комната в доме самая жаркая из-за этого страдаю страдаю все ради вас страдаю здесь самое время сказать подписывайтесь ставьте лайки оставляйте комментарии хоть как-то поддерживайте хоть и эта поддержка канала тоже все равно ну мы на этой интересной рекламной ноте да начинаем двигаться дальше у нас еще осталось два представителя жигулевского ну здесь прям вот бочка бочка пивная скорее всего точнее машина с бочкой в которой в принципе в совет насколько я знаю в советском союзе возили пиво буфетчица наряд классический опять же судя по фильмам наряд классической буфетчицы как я уже говорил в советском союзе я пожить не успел успел там только родиться ну довольно таки симпатично опять же буфетчица ну и большая пивная кружка чтобы дополнить такую пивную кружку нужно не одна такая пивная банка мы продолжаем ну что ж бокал помыт эфес жигулевская вот еще в принципе второе которое у нас в голубых тонах бочковое между прочим опять же сварено по ГОСТу ну в принципе все равно как видите внешний вид нам говорит о каком-то это ретро отсылает куда-то опять глубокое далекое прошлое качество качество проверенное временем между прочим когда же у вас успели все проверить качеством экстрактивность начальном сусла одиннадцати и это у нас сегодня самое крепкое пиво алкоголь у него пять больше уже не будет состав состав здесь скорее всего такой же замечательный как и у Балтики экстрактивность ну экстрактивность и алкоголь здесь тоже завышены но не так сильно как у Балтики честно говоря содержание этилового спирта пять миллионов ну это мы и так посчитать можем даже без калькулятора состав вода питьевая сол пивовая ячменный ячмень хмель продукты здравствуй опять не соложенка наша любимая стандартная я думал кашнух будет такой же до боли запах напоминает Балтику но надо отдать должное здесь можно распознать все таки солод у Балтики в аромате все было еще хуже все оно сегодня довольно таки сильно пенится мне кажется может это такая фишка жигулевского ну и но хмель 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 пахнет который я пил который я пил не так давно это будет все равно лучше здесь немецкое пиво да 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 но вкус хуже чем у есть тот самый хмель но в принципе здесь он сильной роли не играет рыбка идеально опять же именно с рыбой и да вот вот оно самое наверное если сочетание с рыбой это самое идеальное пиво на сегодня именно уходит тот неприятный хмель который в принципе есть во вкусе и остается пивная горечь еще и в принципе даже чувствуется вкус пива несмотря на весь пересол той самой рыбы которая у меня сегодня присутствует но это абсолютно опять же среднее пиво 15 да в принципе за сочетание с рыбой ставим ему те же самые 16 что и лидеру на данный момент сегодняшнего рейтинга того правда с сочетанием с рыбой было вообще никак там именно вкус а здесь именно закуска играет роль но но если выбирать между дафом и вот этим я выберу вот это вкус в принципе немного похож но более насыщенный чем у того бюджетного немецкого пива ценник у вас выйдет примерно одинаковый но решать вам а мы переходим к финальному сегодняшнему образцу так самая большая надежда на сегодня самое дорогое пиво за этот сосуд объемом 0.46 я думал 0.48 но все таки 0.46 я отдал 105 рублей почти так же как за 1.3 жигулевского которое было в самом начале здесь у нас алкоголь четыре с половиной до четыре с половиной и экстрактивность 11 состав где наш самый любимый состав так почему я опять не могу найти состав вечная проблема этиловый спирт ну это состав употребить через 12 крупно написано через 12 часов после вскрытия упаковки ну как видите пиво у меня теплое по значку кто знает через значок уже понял кто производитель с моих юных лет когда еще даже не я а просто видел как взрослые пили пиво от данного производителя производитель а на квасе на квасе от этого производителя в моей юности был этот самый значок я хорошо помню его который проявлялся при охлаждении и с тех пор мне кажется он даже не изменился внешне ну и так состав питьевая вода сол пивальный ячменный светлый ячмень хмель продукт хмель 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 продукты и здесь присутствует не соложенка ну зачем так а да на советских дрожжах самое популярное пиво в России ну варит у нас все это афанасий но бутылка бутылка подкупает бутылка еще довольно таки интересной формы сейчас сейчас будет шутка кого-нибудь на нее сажать довольно таки удобно потому что плавно перетекает вниз ахаха ну ладно это был черный юмор посмеялись и хватит давайте уже пробовать что что же нас ждет пахнет вот именно так должно пахнуть на мой взгляд жигулевское пиво оно пахнет пивом хмелем солодом ну ну афанасий афанасий радует как правило кроме его ниппельного пива который я как-то купил давно еще канала у меня тогда не был ради любопытства тогда я пиво выливал еще довольно таки редко купил я козел тверской козел светлое а я купил и светлое и темное по 2 литра бутылки они продаются все таки не в том ограниченном объеме в который у нас все остальное пил как оно как бы безалкогольное темное выпил ну без удовольствия ну как квас в принципе оно сойдет выпил и выпил а вот светлое там я его пробовал и по их технологии сбраживать и было это уже два года назад да это было ладно чуть меньше на месяц это был сентябрь насколько не изменяет мне память память а сейчас все таки у нас последние дни июля но два года назад я пытался их ниппельное пиво попить мне это не сильно понравилось а теперь жигулевская ни разу до этого не пробовала афанасия жигулевская кремль 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 здесь есть кремль ну опять же все равно у нас есть отсылки и бутылка формы на что-то еще более старое чем все остальное тоже прям отсылает нас чуть ли не к царской России как и хамовники от МПК нечто схожее есть в форме бутылок но здесь еще она более такая из нее фужеры делалось припаивать сюда и здесь отрезать и будет красиво такие винные бокалы ну аромат аромат хороший и расстраивает нет это ладно вот так ну мне просто очень хочется посравнивать потому что это все таки самое дорогое из сегодняшних представленных нет у этого вкус все таки тоже ну блин за эти деньги за эти деньги добавив из серии 9 рублей да оно сегодня самое худшее секунда многие скажут ну с чем высотой сравниваешь ну пацана качество пиво это пиво не стоит своих 105 рублей от слова совсем если бы оно стоило рублей 80 да нет хотя хотя купил я его в Ашане вот эти все и тверской в том числе тверской и вот это купил я в пивнушке а в пивнушке ценник всегда немножко выше и стоило оно 80 с чем то все плюс-минус одинаково вот эти два представителя стоили того меньше разом в два ну ладно на эти деньги можно купить парочку вот таких баночек ну или вот таких это было куплено в пятерочке это в красном и белом разочарование ну ладно тест с рыбкой а сладость не забивает с пивом да все равно с рыбкой гораздо лучше но если как цена качество ставить оцепку это десятка если просто как пиво сложный вопрос до 15 все места одиннадцать просто из-за его высокой цены я ему поставлю одиннадцать просто несопоставимо да я лучше выпью пиво не сильно оно хуже будет оно будет примерно такого же качества но стоит в два раза дешевле ну не стоит ну одиннадцать вот афанасий ну почему ну почему ты меня так сегодня подвел итак переходим к остановке наших мест последнее предпоследнее предпредпоследнее предпредпоследнее так все видно так что у нас там было дальше это у нас средненькая ну тройка аутсайдеров у нас явно видна лучшая на сегодня а насколько я помню но я могу немножко ошибиться в расстановке потому что я поставил чуть выше чуть но там не сильно изменится дальше ну или субъективно буду оценивать дальше идет балтика и дальше идет вот это а а а а вот еще раз пробуем да 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 несмотря ни на что так нет вот так так я поставлю мне понравилось ну и венец сегодняшнего творения от пива не до сегодня сегодня у нас выигрывает томская прошлое видео я его пил за вот этот хайл но если бы они лили в холодный хмель примерно вот это так холодный хмель лили примерно вот это же пила я бы его пил с удовольствием а так на при случае я все равно возможно куплю когда-нибудь еще если не будет другого моего какого-нибудь любимого пива который мне хочется выпить вечером просто посидев я куплю все-таки вот это из этого всего в принципе просто как пиво опять же дачный вариант пива который вы выпьете в жару холодненьким если она будет и она вам доставит максимальное удовольствие ну и наверное еще вот это все остальное ну это повезло с партией вот честно это просто она здесь стоит а в принципе должно стоять где-то вот здесь же но это мне повезло с партией человек который всю свою юность студенчество пил в основном подобное пиво конкретно это если быть точнее жигулевская от пивального завода большинского можете мне поверить это мне повезло с партией одно время у них качество было совсем замечательно но на этом наверное все буду с вами сегодня прощаться еще раз повторюсь подписывайтесь все-таки если кто-то досмотрел до этого момента ставьте лайк ну рекоменд коменты куда же без них буду теперь всегда просить вас советую сейчас скупая скупая пивная слеза покатилась ладно всем пока до новых встреч до свидания